ПЕКДЕК Но когда дело касается разведения гантелей для грудных мышц или отведения гантелей в стороны в наклоне для задней дельты, я сторонник именно данного тренажёра. Во-первых, когда вы работаете с разведениями, чтобы хорошо прокачать грудные мышцы, необходимо использовать серьёзные веса, которые могут травмировать хрупкий плечевой сустав. Точно так же, если вы работаете на заднюю дельту с тяжёлыми гантелями в наклоне, это может привести к травме поясничного отдела позвоночника. А мы с вами всегда смотрим на тренинг через точку зрения, через призму сохранения и улучшения здоровья. Именно поэтому я советую использовать вместо разведения гантелей лёжа или в наклоне для грудных мышц тренажёр ПЕКДЕК и именно его использовать для проработки задней дельты, где можно поработать как на большое количество повторений, концентрируясь на работе заднего пучка, так и для грудных мышц. Причём, сегодня я вам расскажу, как прочувствовать грудные мышцы в данном тренажёре и что необходимо сделать, чтобы работали именно грудные мышцы. С гантелями сделать это сложно. Итак, начнём с отведений назад. Самое главное в данном движении, чтобы работал именно задний пучок дельты, необходимо стараться не сводить лопатки вместе во время работы. Да, в отличие от грудного тренинга, тренинг на заднюю дельту требует концентрации именно на этом моменте. Не сводить лопатки, отводить локти в стороны, не двигая, при этом в локтевом суставе, не меняя угол. Обратите внимание на плечо, локоть и кисть. Они должны быть в одной плоскости, либо кисти могут быть немножечко ниже. Это, что касается работы именно на заднюю дельту. Кисть, плечо, локоть на одном уровне или чуть ниже. А вот как раз таки фишка, которую я вам обещал для грудных мышц. Чтобы работали грудные мышцы, а не передняя дельта, кисти должны быть чуть выше плеча. Плечо, локоть на одном уровне, а кисти, обратите внимание, немного выше. При этом лопатки должны быть сведены вместе на протяжении всего движения. Так как в этом движении вы никогда больше не прочувствуете грудную мышцу, попробуйте и отпишитесь мне в комментариях. Также советую сводить руки вместе, соединяя ручки тренажера и дополнительно мощно напрягать грудную мышцу. То же самое касается и растяжки. Обращайте внимание, если у вас локоть, плечо и кисть на одном уровне, растягивается бицепс и передняя дельта. Если хотите прокачать грудную мышцу, поднимайте кисть выше уровня плеча. Здоровья всем и удачи, ребята! Увидимся в зале! Не пропустите! В следующем видео я расскажу, как сохранить плечевые суставы здоровыми во время любых джимов. Плечевой сустав самый слабый из суставов и самый хрупкий. Поэтому он требует особой бережной работы, бережного отношения по отношению к себе. Следите за моими роликами, и ваши плечи, плечевые суставы будут всегда здоровыми. Если есть боли, то данное видео поможет вам сократить их или полностью избавиться. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok